Привет, друзья! С вами Кирилл, и мы разбираем наитипичнейшие, самые распространенные ошибки в английском языке. Сегодня речь пойдет о порядке слов, а если более конкретно, о порядке слов в вопросах, находящихся в составе сложного предложения, так как именно в них часто совершают ошибку даже люди с уже довольно хорошим уровнем знаний. Возьмем обычный вопрос. Где он живет? Where does he live? А теперь усложним это предложение и попробуем сказать. Я не знаю, где он живет. В русском языке порядок слов не меняется, и в первом, и во втором предложении одно и то же. Где он живет? Поэтому изучающим английский язык при построении такого предложения очень хочется сказать I don't know where does he live. То есть по аналогии с русским языком повторить структуру обычного вопроса, в котором по традиции обратный порядок слов. То есть вспомогательный глагол стоит перед подлежащим. Однако это в корне неверно. В таких предложениях, несмотря на вопросительное слово where, после которого так и тянет поставить слова в порядке классического вопроса, нужно употребить прямой порядок слов, как в утвердительном предложении. То есть сказать I don't know where he lives. Видим, что во второй части предложения на первом месте стоит подлежащее, а после него смысловой глагол. И вспомогательного глагола нет. Так вот, это правило распространяется на все подобные предложения. Если вопрос находится в составе сложного предложения, тогда порядок слов в вопросе с обратного меняется на прямой, как в утвердительном предложении. Давайте еще потренируемся. Обычный вопрос. Где он работает? Where does he work? Вопрос в составе сложного предложения. Я знаю, где он работает. I know where he works. Обычный вопрос. Чего она хочет? What does she want? Вопрос в составе сложного предложения. Я знаю, чего она хочет. I know what she wants. Обычный вопрос. Как это произошло? How did it happen? Вопрос в составе сложного предложения. Я хочу знать, как это произошло. I want to know how it happened. Что он сейчас делает? What is he doing right now? Интересно, что он сейчас делает? I wonder what he is doing right now. Где он живет? Where does he live? Я спросил его, где он живет. I asked him where he lived. Обратите внимание, что если в первой части предложения прошедшее время, то действует правило согласования времен. И время в вопросе отматывается на одно назад. Where does he live? Present simple. Where he lived? Past simple. Почему они расстались? Why did they break up? Он рассказал мне, почему они расстались. He told me why they had broken up. Куда я положил свои ключи? Where have I put my keys? Моя жена напомнила мне, куда я положил ключи. My wife reminded me where I had put my keys. Как они тебя встретили? How did they meet you? Мои родители рассказали мне, как они встретили тебя. My parents told me how they had met you. Самое интересное, что это правило распространяется даже на предложения, которые фактически являются вопросами и в конце которых стоит вопросительный знак. Например, где он находится? Where is he? Можешь сказать мне, где он находится? Can you tell me where he is? Когда начинается фильм? When does the movie start? Ты помнишь, когда начинается фильм? Do you remember when the movie starts? Пишите в комментариях, совершали ли вы раньше эту ошибку и постарайтесь больше ее не допускать. Пишите в комментарии свои примеры подобных предложений. Если вам понравился урок, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Смотрите все полезные ссылки на другие учебные материалы внизу под этим видео. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Продолжение следует...